В Красноярске провели соревнования по ирландскому танцу. Участие приняли 185 человек из разных городов Сибири. Среди них Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Тюмень, Иркутск и многие другие. Ирландские танцы делятся на два вида – народные и спортивные. По последним проводятся ежегодные соревнования. Их называют фэши. Здесь спортсмены-танцоры могут повысить свой уровень. Раньше, чтобы себя показать и на других посмотреть, приходилось съездить в Москву или Новосибирск. Теперь же это стало возможным и у нас. В Красноярске уже сложилась традиция проводить Дни Святого Патрика хорошей компанией вместе с зажигательными ирландскими народными танцами. Когда выстраиваются в большие сеты, люди танцуют друг с другом, меняются парами. Это такие танцы, как польки, джиги, шотландские даже, какие-нибудь контрданцы, которые дошли до нас еще с тех времен. Владимир – один из лучших танцоров в Красноярске. Именно он открыл первую ирландскую студию в нашем городе. На это его вдохновил Шон Гамант, президент Всемирной ассоциации ирландского танца. Четыре года назад в Новосибирске он провел первый фэш. Это и поспособствовало развитию направления в Сибири. В Новосибирске ирландские танцы пришли первыми. В Сибири мы начали танцевать что-то подобное в 2004 году, но это было очень слабо похоже на то, что сейчас мы танцуем. И в 2009 году мы сделали первый фэш, то есть соревнование по ирландским танцам в Новосибирске. И оттуда пошла уже ирландская культура по многим городам Сибири. Хореографический ирландский танец считается очень тяжелым, потому что прежде всего здесь задействованы ноги. Корпус при этом нужно держать ровно. Кстати, именно по технике ирландский танец многие сравнивают с русским народным, а порой даже с балетом. Точность движений и мастерство оценивает жюри. Для этого специально приглашают профессионалов. В этот раз приехали судьи из Украины и Германии. Стефан присутствует на подобных соревнованиях в России не первый раз. Красноярские танцоры очень хорошие, даже по сравнению с уровнем немецких и ирландских танцоров. Мне очень нравится, а я доволен. В таких соревнованиях нет возрастных ограничений. Могут выступать как пятилетние дети, так и танцоры, разменявшие пятый десяток. Главное – хороший настрой и побольше уверенности. Подобные соревнования проводятся в Красноярске уже во второй раз. Теперь, по словам организаторов, это станет ежегодной традицией. Уже следующей весной подрастающие танцоры смогут вновь показать свое мастерство профессиональному жюри. Если у вас есть новости, звоните лично мне, мой телефон 292-52-49, или пишите на сайт afontova.ru. Екатерина Самохвалова, Дмитрий Кудько. Афонтова. Новости. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Егорова